Доброе утро! В Кочегу имени Умара Алиева прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Механизмы укрепления этнокультурной и гражданской идентичности многонационального народа Российской Федерации». Данное научное мероприятие было организовано Министерством по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Республики совместно с университетом. Подробности в материале Алихана Лепшокова. В течение нескольких дней ведущие ученые, эксперты, представители научного сообщества, государственных органов власти, а также студенты и аспиранты со всей страны рассмотрели широкий спектр тем, актуальных для современного российского общества. В ходе конференции были подняты вопросы исторических корней становления многонационального российского государства, проблем сохранения этнокультурного и языкового разнообразия и роли традиционных ценностей в формировании гражданской идентичности. «Мы здесь собрались для того, чтобы обсуждать проблемы, связанные с идентичностью, и попытаться нащупать те механизмы, которые способствовали бы усилению вот этой самой общегражданской идентичности. Я посвятил свой доклад одному из аспектов. Я посвятил свой доклад кризису идентичности у мусульманской молодежи и вообще попытался сконцентрироваться на проблеме молодежи». Собравшиеся в ходе конференции отмечали важность учитывать хороший опыт прошлого в формировании культуры взаимопомощи в обществе. В нынешнее время очень важно сохранить наше единство и консолидацию общества вокруг традиционных ценностей, отмечали участники научного форума. «Наши бабушки, дедушки, папа и мама до сих пор с большим великим гордостью вспоминают о том, как они были консомольцами, пионерами, как в составе этих молодежных движений они делали добрые дела и запоминающиеся для них сами в первую очередь. «Только не и того комсомолу уже нет, но есть немало серьезных молодежных движений в России сегодняшний день, которые позволят направить эту энергию и энтузиазм на благостранение». Это мероприятие определило, что формирование единой гражданской идентичности – это не просто задача государственных органов, но задача каждого гражданина. Алихан Лепшоков, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Далее прогноз погоды, а в 9.30 смотрите информационный выпуск Вести. Удачного всем дня и до встречи в эфире. Субтитры предоставил DimaTorzok